Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков компании Тик Миллеса. Я, Артур Изя Тулин. Торговые договоренности с Китаем должны быть достигнуты к 1 марту или будут введены новые тарифы, заявил торговый представитель США Роберт Лайтезер в воскресенье, точнее, таким образом, окончательный дедлайн по переговорам с Китаем. На прошлой неделе Трамп привел рынки в некоторые замешательства, сказав, что он человек тарифов, и это резко контрастировало с более оптимистичной позицией его советников. По словам Лайтезера, переговоры с Китаем не предусмотрены после начала марта, то есть пауза в торговой войне будет длиться не более трех месяцев с момента встречи лидеров двух стран в Аргентине. Однако инвесторы опасаются, что арест топ-менеджера Huawei Meng может стать непреодолимым препятствием в благополучном исходе торговой войны. На выходных МИД Китая заявил, что задержание Meng является серьезным решением прав человека и привлечет суровую реакцию от Китая, потребовав послов США и Канады объяснить причину задержания. Рост волатильности на фондовых рынках на прошлой неделе показал, что рынок сделал серьезную ставку на потепление отношений двух стран, но был обескоражен неожиданным возникновением этого политического тупика, который делает сейчас несостоятельным расчет на гладкий ход переговоров. Тем не менее советник Трампа Ларри Кудло заявил, что не стоит искать задержание политически по тексту, ведь судебная США является независимой. Однако обвинение Meng тесно переплетается с глобальной претензией к Китаю в ведении несправедливой торговли. Согласно предварительным сведениям, Meng обвиняет в том, что он вводил из-за блуждения американские банки, заставляя их проводить транзакции, которые могли быть оплатой поставок телекоммуникационного оборудования для Ирана, который в тот момент находился под санкциями. Необходимость политического вмешательства в дело обоснована тем, что Meng грозят обвинения достаточные для пожизненного срока. При этом ее отказались выпускать под залог, мотивируя это тем, что тяжелые обвинения делают невозможным определение суммы залога. Состояние ее семьи, это одна из самых богатых семей в Китае, позволяет предположить, что с высокой долей вероятности любая определенная сумма залога станет как бы платой за освобождение, и Meng может попросту сбежать. Евро и иена значительно выросли против доллара во время азиации, кстати, в понедельник. Но вот сейчас евро растерял часть роста. Это произошло после того, как в пятницу отчет перрос, усиливая спекуляции, что ФРС может сделать паузу после повышения ставки в декабре. Фьючерсы на ставку сейчас закладывают всего лишь 21%, что ставка у нас поднимется до диапазона 250-275% пунктов. Хотя еще месяц назад эта вероятность составляла 50%. В ноябре экономика США прибавила 155 тысяч рабочих мест. Вопреки прогнозам в 200 тысяч, инфляция в зарплатах составлена на целых 0,2%, при прогнозе на целых 0,3%. Это сейчас означает, что ключевой источник давления в потребительских ценах начинает давать сбой. Безработица остается на исключительно низком уровне, 3,7%, что сдерживает развитие письмин в отношении американской экономики. На фоне тарифов сильный потребительский спрос остается важным оправданием для ФРС поддерживать уверенную позицию. Но замедление ростов потребительских доходов становится очевидным, что ужесточение доступа к кредиту начинает вредить экономике. Китайский уайн сегодня снизился на 0,6%, как можно видеть, после слабых данных по внешней торговле и инфляции. Настоящим шоком стал рост экспорта Китая в ноябре, который составил лишь 5%. Вопреки прогнозам в почти 10%. Вот можно здесь видеть, что по последним данным экспорт не оправдал ожиданий. Что касается импорта из США, то можно на этом графике видеть, что он резко снизился. Это стало самым сильным провалом в товарообороте с января 2017 года, когда Китай сильно девальвировал юань и боролся с пузырем на фондовом рынке. В воскресенье данные по инфляции подпределили замедление активности в китайской экономике, которая прибавилась в лишь 2,2%, против 2,4% прогноза. Производственная инфляция также замедлилась до 2,7%, против 3,3%. Сложно представить, какие меры сейчас должны предпринять власть с ЦБ китайским, чтобы поддержать экономику, если недавние меры смягчения как монетарной, так и фискальной политики ни к чему практически не привели. Статистика по японской экономике, которая вышла в воскресенье, также показала, что капитальные вложения компаний сократились на до целых 0,8% в третьем квартале в годовом выражении, что стало максимально отрицательным результатом почти за 10 лет. ВВП в третьем квартале сжался на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Япония сейчас пытается бороться с последствиями торговой нестабильности, и негативные данные по экономике почти гарантируют сейчас безлимитное смягчение со стороны Банка Японии. Исключая политику Банка Японии в поведении иены, можно полагать, что ее рост и падение будут чисто отражать отношение к риску на валютном рынке. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Продолжение следует...